Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч Манчестер Юнайтед Лидс. Это пропущенный матч 8 тура, который будет играться 8 февраля. Встречаются третья и семнадцатая команды АПЛ. Смотрим, как соперники отыграли матчи предыдущего тура. МЮ обыграл дома ПЛС 2-1. Гости очень быстро забили гол, реализовав пенальти уже на шестой минуте. После чего уверенно контролировали ход матча. В середине второго тайма Рашфорд завершил длинную комбинацию своих партнеров. Но через несколько минут на поле произошла потасовка, закончившаяся удалением Казимира. Гостям почти сразу же удалось один гол отыграть после подачи углового удара. Но ММЮ сумел удержать таки победу. Лидс минимально проиграл в Ноттингеме. Судьбу матча решил гол Джонсона на 14-й минуте матча. Брэднан удачно приложился по матчу с линией штрафной площадки и точно попал в нижний угол без шансов для Мелье. У Лидса было 3-4 вполне реальной возможности, чтобы забить гол. Но надо сказать, что хорош был Навас, который удачно дебютировал в составе Лесников. Смотрим, какой прогноз можно дать на исход этого матча. Общая статистика команд ВПЛ показывает нам, что МЮ сейчас выступает очень сильно. Два поражения в последних 14 матчах всего лишь. Лидс в последних 7 матчах не побеждал. В этом сезоне у Павлинов была серия из 8 матчей без побед. Манчестер Юнайтед выиграл последние 4 матча. У Лидса 2 победы в последних 4 матчах, но были они над слабыми командами в кубковых играх. Последние 6 домашних матчей МЮ выиграл. У Лидса только одна выездная победа. В очных матчах за последние 3 года у МЮ 3 победы при одной ничьей. Учитывая текущую форму команд и приведенную статистику, ну ничего иного здесь кроме победы хозяев сложно таки придумать. МЮ сейчас очень хорош. Поймал Кураж, играет очень эффективно. Конечно же Лидс будет биться, ибо другого выхода нет. Но если Фортуна не станет на сторону гостей, тут им ловить нечего. Тотал Голов. Смотрим общую статистику команд ВПЛ. Видим, что красным цветом отмечены результативные матчи. Зеленые низовые. Так вот, статистика нам говорит о том, что МЮ в этом сезоне результативные матчи всегда играет серийно. В последних 9 играх у МЮ было только 2 низовые игры. Лидс также чаще играет результативно. Последние 2 матча Павлинов были низовые. Никогда в этом сезоне Лидс не играл более 2 низовых матчей подряд. В последних 10 играх у МЮ было только 2 низовых матча. У Лидса таких матчей было 3. МЮ дома в этом сезоне на тотал меньше больше играет длинными сериями. Сейчас идет результативная серия с четырех матчей. Лиц на выезде не играет длинных серий и никогда не играл два низовых матча выезда подряд. В очных матчах соперники чаще играют результативно, причем очень и очень результативно на Олд Траффорд. При таких раскладах, ну, логично взять вариант результативного матча. Можно даже замахнуться на тотал больше 3,5 за 2,61. Лиц в трех последних матчах забил только один гол. Обычно после таких затяжных засушливых серий Павлинов, что называется, прорывает. Ну, а МЮ сейчас играет и без того очень результативно. Обе забьют, да нет. Смотрим общую статистику команд ВПЛ. Голубым цветом отмечены забивные матчи, оранжевым нулевые. У МЮ идет серия с четырех забивных матчей подряд. Это самая длинная забивная серия Манкунианцев в этом сезоне. У Лица последние два матча были нулевыми и никогда в этом сезоне Павлины не играли три нулевых матча подряд. МЮ в последних четырех матчах чередует забивные нулевые игры. На очереди стоит нулевая игра. Лиц две из последних трех игр сыграл по нулям. МЮ в этом сезоне забивные нулевые матчи играет длинными сериями. Сейчас идет на двухматчевой забивной серии. Лиц на выезде не играет длинных серий. Никогда не играл два нулевых выезда подряд. В очных играх соперники чаще играют забивные матчи. Учитывая то обстоятельство, что Лиц не забивал в двух последних матчах АПЛ, скорее всего Павлины на Олл Траффорд должны забить. Ну и будет очень и очень удивительно, если вдруг МЮ здесь не забьет. В этом сезоне МЮ не забивал дома только Ньюкаслу. Угловые удары. Смотрим общую статистику команд ВАПЛ. Тоталы угловых ударов находятся в розовой колонке. МЮ в последнее время куда чаще играют результативные тоталы. То же самое можно сказать и про Лиц. Никогда в этом сезоне Лиц не играл подряд три низовых матча по тоталам угловых ударов. Дома Манчестер Юнаты чаще играют результативные матчи по тоталам угловых. Лиц играет на выезде серийно. Последний выезд был очень бедным на угловые. Всего два угловых удара. В очных матчах в этой паре очень большой контраст. От 24 угловых ударов до 6. Последние три матча были низовыми. Поэтому здесь логично скорее всего все же ждать верхов. Желтые карточки. Смотрим общую статистику команд ВАПЛ. Колонка с тоталами желтых карточек имеет голубой цвет. Последние пять матчей МЮ были ровно на три желтые карточки. У Лица идет серия из шести грубых матчей. В последних домашних матчах МЮ играет по низам. Лиц тоже играет серийно на выездах. И последние три выезда провел по верхам. Как видим, команды к очному матчу подошли в противофазе. В очных матчах соперники чередуют грубые и корректные матчи. Причем на Олд Траффорд играют по низам. Матч будет обслуживать Саймон Хупер. Который в последних 100 матчах показал 319 желтых карточек. 3,2 в среднем за игру. И по меркам АПЛ это достаточно либеральный арбитр. В последних 14 матчах Хупер показал 40 желтых карточек. 2,86 среднее значение, что ниже его средних значений. Как видим, в последних матчах Хупер судит очень контрастно. Или очень мало желтых карточек, или очень много. То есть вот в матчах Ньюкасл Лидс было 8 горчичников. В матче Эвертон Кристал Пэлэс 7. А в остальных матчах в основном 1 или 2 желтые карточки. И определиться здесь достаточно сложно. Но все же вот если взять за основу общую статистику выступления команды. Которая говорит нам о том, что у МЮ в трех последних матчах было по 1 желтой карточке. А у Лидса по 2. То обычно вот после таких серий МЮ получает больше желтых карточек. То есть можно надеяться на парочку. Ну а Лидс вот на уровне 2 так и идет. То есть вот как бы на 4 желтые карточки должны бы здесь соперники наиграть. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч победа МЮ коэффициент 1.49. Оптимальный вариант. Ну можно предложить обе забьют. Да, коэффициент 1.75. Доходный вариант. Вот можно взять тотал больше 4.5 коэффициент 4.40. В надежде на то, что голевая феерия на Олд Траффорд в этой паре будет продолжаться. Как же она будет на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова